К теме ночных гонок периодически приходится возвращаться, поскольку, как признаются сами стритрейсеры, им некуда девать адреналин и весь он выплескивается на дорогу. Сотрудники ГИБДД пытаются остудить водительский темперамент гонщиков, выписывая штрафы, но проблему это до конца не решает. Водители, конечно, ругают то, что превышают каждый день новые штрафы. Не хватает того, чтобы хотя бы были места для стритрейсеров, где мы бы могли собираться и просто от души даже посидеть, погонять, что-нибудь поделать, какие-нибудь бернауты или еще что-то. Ночными гонками занимается не только молодежь, признается сам Вэл. Есть среди стритрейсеров и достаточно взрослые люди, которые не соблюдают правила дорожного движения. У них у всех просьба одна. Если нельзя собираться в районе Олимпийского парка, выделите другое место. А с этим достаточно сложно в горной местности Сочи. Среди участников диалога были и мотогонщики. Они тоже шумят на улицах, но это, как выяснилось, в целях безопасности. Громкость выхлопной трубы. Могу объяснить, для чего она делается. Не для того, чтобы показать, что его мотоцикл громкий, а для того, чтобы привлечь к вниманию автолюбителей. Потому что бывает, ты даже едешь, он не слышит тебя в закрытое окно и приходится газовать, чтобы он хоть как-то тебя увидел. Как старшие товарищи, мотогонщики рекомендуют объединиться в сообщество и, по их примеру, устраивать гонки, спортивные, уже с привлечением всех соответствующих служб. Тогда будет и место, и организованная система безопасности, и диалог с властью. А чаще получается, что сборы светрейсеров происходят абсолютно спонтанно. Напомнили сегодня представители молодежи о 13,5 тысячах дорожно-транспортных происшествий, о более чем 70 погибших в результате ДТП, 600 человек получили ранения разной степени тяжести. Это печальная статистика прошлого года. Мы не воспитатели в детском саду, и каждый должен человек нести собственную ответственность за свою жизнь, а также за жизнь тех близких, которые есть. Безусловно, наше государство в том числе и определяет соответствие с правилами дорожного движения, в том числе и штрафование водителей. К сожалению, да, меры не популярны. Но, безусловно, пока у каждого человека сознание не будет определяться тем, что это будет бить и кошельком, и, соответственно, каждый рубль в этом отношении будет нести тоже определенную нагрузку на человеческое сознание. Ну а любители дрифтов будут ожидать еще одно наказание рублем, если будет доказано, что они испортили дорожное покрытие. В районе Зимнего театра пару лет назад на восстановление дорожной разметки были затрачены немалые бюджетные средства. Теперь за порчу самой дороги или дорожного имущества будут составлять иски в суд. Елена Апсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.